Сотни детей и подростков-беженцев пропали без вести в Норвегии. С 2015 года пропали без вести 432 несопровождаемых взрослыми ребенка, подавших заявление о предоставлении убежища в Норвегии. Они до сих пор считаются пропавшими без вести, полиция их не разыскивает. Речь идет о беженцах, исчезнувших из центров приема в течение последних 8 лет. То есть каждый год пропадает 54 ребенка-подростка-беженца. Подавляющее большинство составляют молодые люди старше 15 лет, но пятерым детям было 10 лет или меньше, когда они исчезли. Младшему всего 5. Сомалийский мальчик прибыл в центр приема беженцев в Восточной Норвегии осенью 2014 года. Через год он исчез. Мальчику тогда исполнилось 9 лет. Женщина, назвавшаяся тетей 9-летнего мальчика, приехала с ним в Норвегию одновременно с ним. Когда он исчез, она сказала сотрудникам Азилия, приемный пункт беженцев, что мальчика забрала его мать. Мать никто не видел, и она не была зарегистрирована в качестве просителя убежища Норвегии. Когда мальчик прибыл в страну, он сообщил полиции, что трое неизвестных в Сомали перерезали горло отцу и забрали с собой мать. С тех пор он ее не видел. Два дня спустя, после исчезновения 9-летнего ребенка, сотрудники приюта решили обратиться в полицию. Пройдет еще почти 4 недели, прежде чем полиция возбудит дело. Журналисты НРК, откуда я взяла эту информацию, поговорили с полицейским, которому сообщили о пропаже мальчика. Он это не помнит, а потому не может ответить, почему после того сообщения о пропаже ребенка ничего не произошло. Все, что он может сказать, так это то, что телефонный звонок в полицию не является автоматическим заявлением. А сотрудники Азилия, видимо, не знают до сих пор, что надо писать заявление о пропаже ребенка. Как я поняла, до сих пор неизвестно, чем эта история закончилась. Опрос, проведенный НРК в сотрудничестве с Центром журналистских расследований, показывает, что активный поиск этих детей и подростков редко ведется в Норвегии. Мы попытались выяснить, что случилось с детьми, которым было 10 лет и меньше, когда они исчезли, говорят в редакции. Иммиграционное управление УДИ не предоставило доступ к документам. Конфиденциально, говорят они. Юн Ули Мартинсен, старший советник норвежской организации лиц, ищущих убежище, говорит, мы бы никогда не потерпели этой несправедливости, если бы исчезли норвежские дети. В округе Нур-Ланд за этот период пропало 117 детей. Полиция возбудила дело только в отношении 15 из них. 102 пропали без вести. Когда пропадает норвежский ребенок, небо и земля приходят в движение. Полиция выходит в соцсети, СМИ пишут о деле. Когда ребенок из убежища исчезает, всем насрать. Включают трепетные организации, собирающие помощь, обездуленным в Африке и Украине. Исчезновения могут иметь серьезные последствия, говорят знающие люди. Так один из них встретился с разыскиваемым подростком, которому было всего 12 лет. Он не рассказывает, как ему удалось найти нигде не зарегистрированного человека. Но это сложно, очевидно, только для норвежской полиции. Я видел молодых людей, которых принуждали продавать наркотики, которые подвергались насилию и, вероятно, также подвергались сексуальному насилию. Я могу добавить, что что-то может быть еще хуже, что могло произойти с ребенком. Как видно из моего блога, Норвегия совсем не белая и пушистая, как кажется россиянам после просмотра туристических видео о стране викингов. В Норвегии всего 5 миллионов человек и полтысячи пропавших без вести детей беженцев. То есть не контролируются наркоманы бездомные? Ведь если бы был контроль, нашлись бы те, кто пропал. Или контролируются, но пропавших там нет. А где они? На что живут? Как существуют? А живы ли вообще? Пропавших даже никто не ищет. А зачем? Кому-то они нужнее в Норвегии? Где-то же они существуют или не существуют. Боюсь даже назвать своим именем, что могли с ними сделать. Не зря забеспокоился даже украинский посол, когда Норвегия решила прибрать 200 тысяч украинских детей из детских домов Украины. А потом они бы исчезли бесследно в Норвегии. Едьте в Европу, сказал он, но только не в Норвегию. Недословно. Думаете, спохватились только сегодня? Смотрите скрин из статьи за 17-й год. За 4 года исчезли из приемника 781 ребенок. Полиция подтверждает, что не знает, где они. А журналист шутит по-черному. Расслабьтесь, это не норвежские дети. Это дети-беженцы. Дети теряются в каждой стране, в том числе и из-за криминала. Но, насколько я знаю по России, сразу подаются заявления о пропаже детей. Организовываются разыскные мероприятия с созданием поисковых групп и распространением информации о пропаже ребенка. В принципе, все то же самое делает и Норвегия, но только в отношении норвежских детей. Наряду с подобной рекламкой для сбора средств с бедным детям, могу сказать, что Норвегия – это одна из самых лицемерных стран мира.